Океан Подпишись на канал, для тебя всего пара кликов, а для нас мотивация работать дальше. Как мы уже сказали, океан, несмотря на все свои красоты и тайны его глубин, определенно очень опасное место. И порой красивый синий обогряется кровавым красным. Одной из главных опасностей подводного мира является черно-белый хищник. Косатка, он же китообразный дельфин. Выглядит косатка действительно красиво, и от такой красоты точно не ожидаешь, что она один из самых опаснейших морских обитателей. Кстати, касательно ее внешнего вида, форма пятен для каждой косатки индивидуальна. Для того, чтобы выжать, ей необходимо съедать от 50 до 200 килограмм мяса в день. В сравнении с тем же серым китом, взрослый серый кит съедает за день более 500 килограмм корма, различных моллюсков и беспозвоночных. И вот смотря на эту разницу, невольно задаешься вопросом, почему природа сделала именно косатку хищникам, а не того же серого кита, к которому требуется больше пищи для выживания. Рацион косатки может быть разным. Она может питаться как рыбой, так и другими млекопитающими. Не брезгуют пингвинами и тюленями. Для того, чтобы достать его, им приходится работать в команде. Они синхронно создают волны, чтобы смыть свою пока еще живую пищу, или разломать льдину. На этих кадрах тюленю не хватило совсем немного, чтобы спастись. На следующих кадрах косатки решили не искать пропитание весь день, и напали на гренландского кита. Кит в разы больше обидчиков, но вряд ли размер ему поможет. Ведь их больше, они быстрее, и в природе заложено, что они хищники. Но все же попытки косаток прокусить кита оказались безуспешными. Сил оказалось недостаточной. Ну и наконец самое зрелищное. Стая косаток напала на серого кита. На этом видео видно, что косатки ведут себя намного свирепей, и действуют быстро и агрессивно. Они налетают на кита с огромной скоростью, вцепляясь в него своими челюстями. Но как выяснилось, китов двое. Один большой и один маленький. Косатки нападают сразу на обои. Как бы киты не старались уплыть, косатки быстрее и сильнее. Это уже не битва, а тотальное превосходство хищника над едой. Но все это не показывает, что косатки жестокие и злые существа. Чтобы выжить одним, приходится умереть другим. При всем при этом, не было зафиксировано ни одного случая нападения косаток на людей. К сожалению, только наоборот. Косатки не провоцируют конфликты между своими сородичами. И убивают только потому, что так велит природа. Ну а на этом все. Просим тебя подписаться на канал и написать в комментариях, нравится ли тебе косатки. Нажимай колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok